МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Листы заплатят в качестве штрафов за нарушение правил дорожного движения на территории Чувашии. Направят не просто в бюджет региона с возможностью распределить на разные сферы, а именно в дорожный фонд. Соответственно, у нас становятся целевыми, то есть выпадает из тех ресурсов, которые мы могли использовать на первоочередные нужды, где-то 480 миллионов рублей ежегодно. Если где-то убыло, то в дорожном фонде существенно прибыло. На дороге в следующем году потратят около 4 миллиардов 300 миллионов рублей. В остальном все по-прежнему. Бюджет, как всегда, социально ориентирован. На первом месте по расходам сфера образования. В следующем году на нее планируют направить 13,5 миллиардов рублей. Из них 116 миллионов предусмотрены на модернизации пищеблоков в детских садах. На 98 миллионов обновят компьютеры в школах. Что касается 2020 и 2021 годов, то специалисты оптимистично спрогнозировали рост собственных доходов. И чтобы достичь намеченных показателей, придется активно работать со злостными неплательщиками налогов и бороться с серыми зарплатами, отметил Михаил Игнатьев. 2 миллиарда – это резерв. Мы можем, наводя просто порядок, в отдельных отраслях, в отдельных территориях, можем пополнять доходную часть бюджета. Обычная налоговая служба никогда не подводила. Будем стараться, чтобы те бюджетные назначения, которые доведены, выполнены будут. С совместными, конечно же, усилиями. Со всеми муниципалитетами, министерствами и ведомствами. Решение принято. Теперь документ предстоит рассмотреть Госсовету Чувашии. Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов. Республика. К 2030 году интернет должен появиться в большинстве домов даже самых отдаленных деревень. А к 2025-му документооборот на 100% должен стать электронным. Таковы задачи программы «Цифровое общество Чувашии», которую сегодня приняли на заседании Кабинета министров Республики. Особое внимание будет уделено предоставлению государственных муниципальных услуг в электронном виде созданию и развитию государственных информационных систем. Программа содержит несколько подпрограмм. К примеру, развитие информационных технологий и информационной инфраструктуры, информационная безопасность. Программу планируют реализовывать в несколько этапов до 2035 года. Директор строительной компании «Алза» осужден за невыплату заработной платы сотрудникам. Виновным лицом назначен наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор законной силы не вступил. Отмечаем, что уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой Калининского района города Чебоксары. Проблема зловония от агрохолдинга «Юрма» коснулась этим летом практически всех жителей столицы Чуваши и Чебоксарского района. Жалобы и обращения были услышаны. Заводы по производству гранулированного органического удобрения «Быть». Дорожная карта уже готова, сейчас ведутся проектные работы. Его стоимость – 270 миллионов рублей. В Чувашской республике ежегодно производится 117 тысяч тонн мяса. Из этих 117 тысяч тонн мяса, в том числе 70% мяса птицы, и из этих 117 тысяч тонн мяса по 2017 году, допустим, 50 тысяч тонн мяса произвела одна организация, одна птицефабрика «Юрма». То есть мы понимаем о важности, значимости предприятия, продовольственной безопасности. Наша задача – сохранить это предприятие, эти рабочие места, это производство. И в то же время решить вот эту экологическую проблему. Завод начнут строить в километре от зданий птицефабрики. По проекту там будут работать две линии по переработке помета. Зона приемки, смешивания, сушки и упаковки. Таким образом, 400 тонн куриного помета в день будут превращаться в полезное удобрение. Завод не предполагает выбросов в почву вообще. Как это будет реализовано? Свежий помет будет поступать на завод, будет проходить термическую обработку. Из него будет выпариваться лишняя влага, из лишней влаги. Влага будет очищаться, ну как превращаться в пара, очищаться и выбрасываться в атмосферу. А грудное удобрение будет собираться в объеме 52 тонны в сутки максимально и упаковываться в упаковку биг-беги и реализовываться сторонним покупателям. Сейчас на предприятии нашли временную защиту от запаха. Это специальное биосредство. При этом специалисты утверждают, что раньше о препарате не знали. Имеется сертификат, технические условия, разрешение Роспроднадзора и всех высшестоящих инстанций. Он наш отечественный. То есть применять его можем мы здесь, на Российской Федерации. Он уничтожает и убивает, устраняет запах моментально. То есть в течение пяти минут. По обещаниям хозяев юрмы, завод по переработке куриного помета должен заработать уже летом 2019 года. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. В Чувашской сельхозакадемии чествовали заслуженного работника высшей школы, профессора Николая Кириллова. Бывшему ректору вуза исполнилось 70 лет. В честь юбиляра открыли фотовыставку. В экспозициях уникальные снимки знаменательных событий. Его и самого называют «человеком эпохой». Именно при нем в республике начали готовить ветеринаров и специалистов по автомобильному хозяйству. Управленческая команда с доверием всегда относилась. И сам ректор Чувашской государственной сельхозакадемии тоже на принципах уважения и доверия выстраивал отношения и с управленческой командой, и со студентами, и с органами власти. И от этого всегда результаты, они налицо. По прежней работе я министром работал сельского хозяйства Николай Георгиевичу ректором. Когда Алексей Васильевич Гордеев, министр сельского хозяйства, приезжал, волевое принятое решение дал нам возможность, волевое принятое решение министром сельского хозяйства России, построить и вести прекрасный инженерный факультет. Такие специалисты востребованы на промышленном комплексе. Николай Кириллов возглавил вуз в начале 90-х. Тогда институт нуждался в преобразованиях. Бывшему ректору удалось внедрить в учебный процесс новые стандарты подготовки студентов. 50 человек пришли к нам работать в банк, за что мы очень благодарны. Были очень активные ребята. И сегодня, Николай Кириллович, многие из них давно ушли на повышение. Сейчас это мощная научная база. Статус академии в вузу был присвоен 23 года назад. Коллеги профессора говорят, что он и сам прошел большой трудовой путь. От рядового зоотехника до ректора. По моему предложению, он поехал на практику в Томскую область, молочный комплекс имени Сидоренко. Там он прошел прекрасную практику, защитил потом дипломные работы на отлично. И потом поступил в аспирантуру. Научные труды Николая Кириллова, а это более 30 пособий, используют многие аграрные вузы. Среди его учеников члены правительства, главы районов и руководители предприятий. Вы каждый день с нами, вы и как советник всегда с вами приятно встретиться, поговорить обо всем работе. Михаил Васильевич уже говорил о роли, о неоценимом в развитии АПК Чуварской республики вашем. Вы нам нужны. Сам Николай Кириллов признается, что впереди немало новых планов, которые необходимо реализовать. Энергии хватит на многие годы. Дмитрий Ковалев, Алина Сусметова и Бахтияр Велиев. Республика. В Чувашии продолжается голосование за народного участкового. Путем онлайн-голосования жители каждого из районов и городов республики выбрали лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного полиции. Сейчас стартовал второй этап. По его итогам будет определен лучший участковый Чувашской республики, который представит регион на всероссийском конкурсе. Отдать свой голос можно на официальном сайте МВД России по Чувашии. 10 октября в Чебоксарах стартует второй чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Обилимпикс». Пройдет он на базе Чебоксарского экономического колледжа. Соревноваться в мастерстве будут учащиеся студенты и работающие специалисты с ограниченными возможностями здоровья. Увеличилось в этом году и количество направлений. Их будет 10. Популярность этого чемпионата, она из года в год растет. Желаю их участвовать, становится больше. И хотелось бы сказать, уже есть у нас первые успехи в этом направлении. И в прошлом году, и в прошлом году, когда мы вне планово участвовали на национальном этапе чемпионата «Обилимпикс» есть достижения определенные, в основном по деревообработке. В чемпионате примут участие не только образовательные учреждения, но и работодатели совместно с Министерством труда, которые после завершения соревнований займутся трудоустройством участников. Одним из важнейших критериев оценки является трудоустройство, прежде всего, победителей, но не только участников. Это как раз было сказано в этом направлении. Конечно, мы вместе с Министерством образования тесно работаем, в том числе и с Минтруда, в центрах занятости и с организациями. Эксперты, которые будут оценивать участников нашего чемпионата, прошли подготовку в Москве. Отобрав лучших из лучших, они намерены продолжить с ними работу и подготовить к следующему этапу состязаний. По сравнению с первым чемпионатом, в этом году мы увеличили количество компетенций. В прошлом году было семь, в этом году их уже десять. Добавились у нас компетенции, такие как экономика и бухгалтерский учет, обработка текста и вязание крючком. По двум компетенциям у нас принимают участие специалисты и школьники. 11 октября после подведения итогов соревнования будет собрана команда «Чуваши», которая выступит в Москве на четвертом национальном чемпионате «Обилимпикс» в конце ноября. Ольга Алексеева, Валерий Резюков, «Республика». Жители Чуваши напишут этнографический диктант. Всероссийская акция пройдет в каждой республике, области и каждом крае России 2 ноября, накануне Дня народного единства. Диктант позволит оценить знания о народах, проживающих в России. Участники будут отвечать на 30 вопросов, 20 общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На работу отведено 45 минут. Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организован онлайн-тестирование. В прошлом году акцию в Чуваши поддержали порядка тысячи участников. Эксперты предрекают рост обращений за кредитами в ближайшие месяцы. Они объясняют это выходом нового смартфона от одного из ведущих мировых брендов. Но и без того данные показывают, что люди готовы обращаться за крупными кредитами. На ремонт, покупку мебели или одежды. Способны ли банки удовлетворить их потребности? Спросим у них самих. Вне зависимости от того, какие покупки планируют наши клиенты, они всегда вправе рассчитывать на поддержку Банка Восточный. Мы предлагаем широкую линейку кредитов. Один из флагманских продуктов сегодня – кредит сезонный. С максимальной суммой до 500 тысяч рублей. Фиксированная ставка – 11,5%. Не лишним будет упомянуть и о скорости выдачи кредита. В Банке Восточный стремятся свести время, которое клиент проводит в ожидании денег, к минимуму. Оформление кредита сезонный занимает в среднем до 15 минут. Даже если речь идет о выдаче в полмиллиона рублей. Из всех документов потребуется только паспорт. При этом кредит доступен для людей практически любого возраста. От 21 до 76 лет на момент погашения кредита. Одним словом, мы стараемся быть максимально демократичными. И идти навстречу клиентам во всех их начинаниях. Неважно, мечтаете ли вы о новом гаджете или о шкафе в прихожей, получить их одинаково просто, если обратиться в Банк Восточный за кредитом сезонной с фиксированной ставкой. Редактор субтитров А.Семкин